КПП Баграташен позади. Сумерки. Мой путь, согласно редакционному заданию, сначала лежит в Ириван. Однако добраться до азербайджанского города, который стал армянской столицей в 1918 году, для журналиста калибр раз, да еще полулегально, штука довольно сложная и рискованная. К счастью, моего армянского достаточно, чтобы изъясняться с местными, не вызывая у них никаких подозрений. Да и опыт прошлых посещений Армении никуда не делся. Зрители, наверное, уже задаются вопросом, зачем же журналист калибр раз, рискуя жизнью, отправился в Армению. Поясним. Наша цель предельно ясная. Показать, как уничтожалось в Армении культурно-историческое наследие автохтонного азербайджанского народа. Показать наглядно, чтобы в пух и прах разбить лживые утверждения армянской пропаганды о том, что в Армении якобы нет места вандализму и присвоению чужой истории и культуры. Что ж, как говорится, поедем-поглядим. Как известно, культурно-исторический геноцид, учиненный армянской стороной, распространялся не только на Карабахский регион Азербайджана, но и на территорию современной Армении, где находились более тысячи азербайджанских населенных пунктов, сотни историко-архитектурных памятников, караван-сараи, дворцы, мечети, мавзолеи, усыпальницы, кладбища, надгробные памятники и так далее. В 20 веке в результате этнических чисток и систематических актов вандализма, осуществленных против исторических памятников, было создано моноэтническое армянское государство. А многие историко-архитектурные памятники, свидетельствующие о существовании азербайджанцев, были стерты с лица земли. Если в начале 20 века на территории Иреванской губернии было зарегистрировано 310 мечетей, то в настоящее время на территории уже современной Армении осталась лишь одна мечеть. Ге-мечеть, или Голубая мечеть, которую иностранным гостям преподносят как Персидскую. Постоянные зрители «Калибр Аз», возможно, помнят материал, в котором приводились фотофакты уничтоженного азербайджанского наследия в Армении. На сей раз мы поделимся эксклюзивными кадрами разрушенных памятников истории и культуры в Иреване, которые добыл корреспондент Калибрас. Начинаем мы свое путешествие с квартала Тепебаши, который армяне называют Конд. А вот место, где когда-то располагалась мечеть Тепебаши. Сегодня она в полуразрушенном состоянии и используется нищей армянской семьей в качестве жилья. По некоторым данным, эту мечеть построил член Иреванской городской управы, представитель ханского рода Аббазгулу хан Иреванский. Его дом также располагался в этом квартале. Армяне по сей день называют пребывающий в разрушенном состоянии дом Аббазгулу хана «домом хана». Во дворе мечети и вокруг нее армяне застроили трущобы. Еще одним свидетельством вандализма армян является разрушение имиди Мирбулакской мечети, которая была построена в 17-18 веках и располагалась в одноименном квартале Иревана. В 1988 году мечеть была сожжена, а в 1990 ее сравняли с землей. Сегодня же, как видно на сделанных нами кадрах, здесь располагается торговый центр «Россия». Символично. О том, что когда-то здесь проживали мусульмане-азербайджанцы, более ничего не напоминает. А вот мавзолей Эмир Саада, построенный его сыном Пир Хусейном, недалеко от Иревана в селе Джафарабад. Исторический памятник XV века частично сохранился, но этому армянскому, так сказать, благородству, есть рациональное объяснение. Дело в том, что официальные круги Армении называют этот средневековый мавзолей «туркменским мавзолеем». Точно так же голубую мечеть в Иреване после ремонтно-реставрационных работ они называют «персидской», а азербайджанцы тут, мол, никогда и не жали вовсе. На установленной около памятника табличке приводится информация о том, что гробница имеет отношение к государству Гарагуинлу. При этом на главном стенде указано, что гробница представляет собой туркменское историческое наследие. Тем самым отрицается принадлежность памятника Азербайджану, что является выпиющей фальсификацией. Поскольку тюркские, туркменские племена Гарагуинлу являлись одними из предков современных азербайджанцев, а история государства Гарагуинлу – неотъемлемая часть истории государственности Азербайджана. Мечети Лоругала, которая находится в Ларийском Махале и датируется XII веком, повезло еще меньше. Соседи, не моргнув глазом, переделали ее в армянскую церковь. На сделанных нами кадрах можно заметить, что интерьер мечети во многом идентичен интерьеру мечети Гавхарага в Шуше. Сейчас на ней видны армянские национальные элементы, которые были доделаны армянами в целях фальсификации. Не менее печальная судьба постигла и мечеть Сардар, известную также как Аббас Мерза и Шахабас, расположенные в Ириванской крепости около Сардарского ханского дворца. Несмотря на упоминания в источниках разных названий, речь идет об одном и том же архитектурном памятнике XVI века – мечети Сардар. Как и остальные материально-культурные азербайджанские памятники Иривана, эта мечеть по частям была разрушена армянской властью. А детская площадка и жилые дома, которые запечатлены на сделанных нами фотографиях, построены на месте мечети Сардар, хотя еще несколько лет назад там можно было увидеть последний сохранившийся кусок стены мечети. Конечно, наши исследования армянского вандализма не ограничились лишь одним Ириваном. Мы исколесили половину Армении и документально зафиксировали все то, что нас интересовало. Так, например, мы посетили село Арчуд, расположенное в районе Бюк-Гаря-Кельсе. Согласно документам, еще в конце XIX века в этом селе было 40 дворов и проживало 357 азербайджанцев. В советские времена численность населения достигла полутора тысяч человек. В селе было три кладбища. Однако в 1988 году коренное азербайджанское население было изгнано из села, и сегодня там проживают одни армяне. Естественно, местную мечеть они сразу же разрушили. Однако на могильных плитах сохранились надписи на азербайджанском языке, арабской вязью и кириллицей. А вот и село Акарак близ Ичкильсе, Ичмедзин, которое армяне на свой лад называют Эчмиадзин. Здесь тоже раньше была мечеть. Видно, что крыша ее полностью уничтожена, а от зданий остались только руины от внешних стен. Но самое отвратительное, что территория мечети сегодня используется армянами в качестве свалки. Впрочем, чему тут удивляться? Для тех, кто использовал мечети в Карабахе в качестве хлеба для свиней, это вполне нормальная практика. Фальсификации подвергся и караван-сарай Селим, расположенный выше села Ахкент, даряй-алязского махала, о чем говорят следующие кадры. В народе караван-сарай называли именем Шаха Аббаса. На одном из фото можно заметить, что на входе указано, что здание было построено правителем Ильханидов Абу-Саидом Бахадур-Ханом. Тут, наверное, не лишним будет подчеркнуть, что до 1918 года в селе Ахкент проживали только азербайджанцы. Согласно статистическим данным, только в 1923-25 годах в село были поселены первые 172 армянина. Однако после изгнания из села всех азербайджанцев в 1988 году история караван-сарая была сфальсифицирована, и он был представлен мировой общественности как армянский исторический памятник. В азербайджанских СМИ часто рассказывалось о разрушениях и фальсификации армянами азербайджанского историко-культурного наследия на территории современной Армении. Да, некоторыми историками предоставлялись отдельные факты армянского вандализма. Но Калибр АС осуществил дерзкий шаг, командировав в Армению своего корреспондента для сбора фактологического материала. Мы продолжим работу в этом направлении, благо возможность посещать Армению у нас есть. Надеемся, что данный материал в дальнейшем будет использован не только исторической наукой и общественностью Азербайджана, но и в международной судебно-правовой системе для привлечения армянской стороны к ответственности. Справедливость уверены, обязательно восторжествует.